Маркин Андрей Михайлович В 1923 году после окончания школы младших авиационных специалистов продолжил службу стрелком-радистом 46-го штурмового авиаполка ВВС Северного флота в экипаже старшего лейтенанта Катунина. Любой бой в небе сурового Заполярья, над холодными водами Ледовитого океана, тяжелые испытания моральных и боевых качеств североморских летчиков. В одном из боевых вылетов их Ил-2 атаковал миссершмитт. Однако Андрей успел опередить врага и меткой очередью поджечь его. Немецкий истребитель рухнул в море. 5 сентября 1943 года четверка штурмовиков Ил-2 атаковала в районе мыса Скальная транспорт, шедший в сопровождении миноносца. Экипажу Катунина Маркина удалось потопить транспорт. 23 апреля 1944 года воздушный разведчик обнаружил в Баренцево море вражеские корабли, которые шли в прифронтованную базу. На штурм конвоя был отправлен на восьмерка Ил-2 под командованием капитана Катунина. Истребители прикрытия связали боем немецкие самолеты, а штурмовики Катунина устремились к конвою. Ведущий пошел в атаку на головной транспорт. Внезапно его машину резко бросило в сторону. Из мотора густо повалил дым, а затем вырвалось пламя. От горящего самолета отделились брошенные на цель бомбы, а вслед за ними, тяжелыми, штурмовик экипажа Катунина и Маркина врезался в крупный транспорт. За этот подвиг серженту Маркина Андрею Михайловичу было призвано название Героя Советского Союза посмертно. Его именем названа улица в поселке Катунина Приморского района Архангельской области, а на территории Музея авиации Северного флота сооружен памятник – высокая четырехгранная стелла, у подножия которой установлены бюсты Катунина и Маркина.